Ну что, друзья, как говорится, бимка это хорошо, форза тоже неплохо, ну а про врекфаст надо бы не забывать. Я всех приветствую, с вами Булкин, и сегодня, наконец-таки, возвращение в такую игрушку, как врекфаст. Правда, сегодня будет маленькая отличительная особенность, дело в том, что обычно я играю с рулем, ну в последнее время, по крайней мере, врекфаст играл с рулем, а сегодня я все-таки буду играть на геймпаде, который у меня немножечко тут в последнее время как-то не очень себя хорошо чувствует, поэтому это будет довольно-таки сложно, ну решил немножечко насладиться, знаете, когда играешь с рулем, не видно, что происходит снаружи, как бы все вот это месиво, все эти повреждения, а сегодня мы по стариночке, так скажем, играя на геймпаде, насладимся всем этим безумием. И вдобавок ко всему, для меня это было открытие, потому что я, ну, в врекфаст так иногда поигрывал, в основном в онлайне, там, что-то где-то как-то пытался, там, первым прийти, либо в дерби поучаствовать, а вот оказывается, еще существует такой режим, как турнир, и как раз-таки в сентябре, по-моему, в конце, могу ошибаться, а может быть в середине сентября, вышел там какой-то сизон пасс, что-то ГТВ, хит, какой-то, короче, турнир, и тут оно постоянно обновляется, и добавлены были несколько новых автомобилей, которые я бы не против был сегодня заценить, и вообще понять, что к чему, как это выгодит. В общем-то, я сейчас нахожусь на главной странице турнира, и здесь есть испытания недели, испытания сезона и испытания дня, которые, ну, естественно, меняются каждый день. Вот меня, честно говоря, заинтересовало испытание недели и испытания сезона, потому что здесь что-то типа Мустанга 65-го года и что-то типа Скайлайна 33-го, то есть это как раз-таки новые автомобили, поэтому предлагаю как раз-таки совместить, посмотреть на новые тачки, покататься на них, и еще вдобавок заценить, что же такое турнир, как это все выглядит. Ну, допустим, испытания сезона меня интересуют. Так, значит, у нас есть рейтинг по очкам, цель... Так, стоп, а в чем заключается фишка? Так мне нужно... Это у нас типа Чекпоинт Чейз, то есть на время. Я проеду и получу какие-то очки, или как это выглядит? Походу, да. Видимо, это так выглядит. То есть нужно набирать эти самые поинты, чтобы вырываться в лидеры, как-то так, что ли, получается? Так, значит, вот Скайлайн. R3311, сейчас я посмотрю. Ну, все, автоматическая коробка передать, потому что я на геймпаде. И, соответственно, мне нужно сейчас прийти, наверное, как можно быстрее. Проходите одну контрольную точку за другой, пока не выйдет время. Конечно, максимально непривычно, во-первых, видеть Скайлайн 33-й. Ну, как бы, понятно, что тут тачки не лицензированы, но в целом все довольно-таки... Ой-ой-ой, что-то так... Нифига себе, я немножко отвык на геймпаде. Так, и... Трафик как бы ездит, я так понимаю, в виде такси. Это эти самые. Crown Victoria, ну, естественно, опять же, не лицензированные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пизда, пизда, ясно, минус Скайлайн. А, нихуя себе, что-то я... Блин, вот я говорю, надо иногда сочетать. То есть, получается весело, безусловно, играть с рулем. Тем более, мне реально во Врекфаст это зашло. Тут и обратная связь весьма крутая. Вообще, в целом, физика здесь классная. Но вот этой красоты всей, ну, лишний раз не наблюдаешь, потому что сидишь, как бы, вот, вид такой постоянно, и не пойду, что там происходит. Но я уже не стал продолжать, потому что я реально въебался довольно серьезно. А-а-а! Чем дальше я проеду, тем больше очков я заработаю, получается. Вот оно что. Так, ну-ка, хорошо, допустим. Я сейчас возьму себя в руки. То есть, моя цель минимум 495 тысяч очков. Я не знаю, правда, цель... Ну, это как бронзовый кубок, получается, там отображен. И бронзовый кубок я получу, если наберу минимум 495 тысяч очков. Вот, чем дальше я еду, тем больше очков вот сверху слева у меня копится. Весьма странно, конечно. Почему нельзя было этого упростить? И просто-напросто ввести, как бы, типа, время какое-то. То есть, там, я не знаю, сколько я продержался. Ну, ладно, допустим, пусть будет в очках. Бля! Он вообще такой низенький. Он, то есть, на фоне тех тачек, которые... Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Вау-вау-вау-вау! То есть, сложность в том, что здесь, как бы, трек такой... Не очень обычный, да? То есть, естественно, с элементами, там, разворотов. Где-то что-то там перекрещивается дорога. Так еще и катаются боты, которые изображают, как бы, трафик. Кстати, ну, прикольно. И который, как бы, естественно, сука, мешает. Потому что он еще едет по траектории, нужной для меня, по крайней мере. Не, в Рэкфос прикольная игра. Я, кстати, ну, реально не знал, что они тут добавляют всякие турниры такие прикольные. Я думаю, что тут и в онлайне как-то можно в этом турнире участвовать. Возможно. Так-так-так, тихо-тихо-тихо, Скайлик, давай, держись. Сейчас, как эту тачку назвали здесь? Я что-то не обратил внимания. Ну, то есть, вот, катаются краун-виктория. Они, по сути, ни на что не влияют. Кроме того, как они здесь вот, ну, вот, вот, например, он стоит сейчас на повороте. А мне нужно сюда вписаться. И уже я это делаю не так идеально, как мог бы. 153 тысячи очков у меня есть. 21 секунда в запасе. Плюс бонусные секунды я получаю, соответственно, за прохождение чекпоинтов. За то, что делаю все относительно четко. Вот сейчас надо, главное, проехать. Так, я, если честно, забыл, на какую клавишу у меня ручник. Потому что я бы его иногда хотя бы дергал. Наверное, Б. А-а-а-а! Сука! Вгебался, блядь. В бочину въехал. Вот, на самом деле, фишка повреждений в Рекфасте. То, что, как бы, тачки разбиваются в мясо. Но, естественно, на фоне бинки той же. Вот сейчас он, например, въехал на приличной, довольно-таки, скорости в меня. Но, как таковой вмятины, ну, как бы, вмятина появилась. Но, я думаю, что вы понимаете, что произошло бы, если бы это было в реальной жизни. Тачку бы нормально так раскосоёбило. И вряд ли она была бы на ходу. Потому что удар пришелся прямо в заднее правое колесо. Что-то как-то не очень идеально я еду. Потому что время все кончается и кончается. И, как бы, особо охотно не прибавляется. А у меня всего лишь 277 тысяч очков. А мне нужно 495. На первом месте чувак, у которого 900 тысяч с чем-то там. То есть, я не знаю, как он тут ебашит. На чем, в основном, все играют в эту игру. Я думаю, что, возможно, вполне, кстати, что и на руле такой рекорд поставлен. Так, я хуй знает, на какую кнопку ручник. Надо будет сейчас посмотреть. Успеваю, успеваю, но впритык. Что-то херово, видимо, я еду. Хотя стараюсь ехать аккуратно. Правда, у меня несколько раз таранили боты. 10 секунд. Успею, интересно? Бля, не так уж это. Ну, как бы, у меня все помощники, вся стабилизация, естественно, отключена. У меня такой более реалистичный режим вождения. За счет этого, конечно, сложнее. Но я думаю, что большинство так и гоняют, наверное. Так, успеваю, успеваю, успеваю. В этот чекпоинт тоже успеваю. А вот в следующий, возможно, уже нет. 7 секунд. Надо более агрессивно ехать. Я просто и отвык от физики. Я отвык играть на геймпаде. Потому что я не так много играл в эту игру. Ух, успел. Не, 495 тысяч у меня не будет, пацаны. Даже не бронза, прикиньте. Как бы, я понимаю, что, грубо говоря, первый раз сейчас скачусь. Все, пизда. Ну, такое, блядь. Ну, типа, не, не хватит с этой ночи 495. Это надо еще один чекпоинт точно собрать. Здесь, по-любому, есть какие-то лайфхаки. Все, это для меня финиш. Блин, на какой... А, вот все. Б, 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 б. Б-ручник завершено. С первой попытки, как бы, как бы с первой. Я набрал 458 тысяч 801 очко. И у меня, как бы, не бронза. Я, конечно, прошу прощения, но... Кто эти люди, которые проехали 900 тысяч очков? Типа, как это возможно вообще? Это ж пиздец. Я вот сейчас, наверное, попробую разочек еще раз. Мы потом еще сейчас заценим другие, как бы, испытания. 923 тысячи. Он на чем едет и как? Интересно, а если я включу всех помощ... Ну, или не всех, а каких-нибудь помощников я могу вообще-то сделать? Или все при одинаковых условиях катают? Просто, ну, со стабилизацией-то ясен хер будет проще. Сейчас попробую более агрессивно. Просто тачку носит очень жестко. Вот, смотрите, я могу, например, АБС полная, система стабилизации. Я могу это все включить. Ну-ка, вот, допустим, просто ради интереса... Неужели я буду со всеми наравне? Я, конечно, не любитель этого, но просто поставлю среднюю систему стабилизации. Потому что тачку реально даже немножко неправдоподобно как-то заносит иногда. Как это будет выглядеть? Так, стартуем. Все, более агрессивно. Я стараюсь не срезать, потому что на срезах я подпрыгиваю. Так, ну вот сейчас более-менее адекватно. Ну, понятно, что нужно здесь дрочить, 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 чтобы понять, как машина себя ведет. Так. Ну вот, уже, уже, уже получше. Уже получше. Так, здесь можно ручничка отдернуть. Правда, я выключил стабилизацию и дергаю ручник. Логика, блядь, железная. Так, обхожу. Все, давай, газ в пол. Не, ну так-то много проще. Типа, я не должен контролировать каждый раз на выходе из поворота газ. При повороте куда-нибудь не должен контролировать газ. Потому что тачка, ну, тачку не развернет, скорее всего. Стабилизация помогает. То есть, я так понимаю, что каждый гоняет так, как он хочет. Кто-то со стабилизацией, кто-то без. Но я бы гонял, конечно, без стабилизации. А может быть, наоборот, на руле, кстати, кто-то... Ну, типа, этого не узнать, к сожалению, я думаю. Так, все, это мы прошли. Ну, на бронзу-то я уж должен проехать. Это ж бронза? Ну, наверное, бронза. Вряд ли золото, блядь. Так, аккуратно. Не самая идеальная траектория все равно получается. Но на самом деле хардкорненько, типа. Ну, физика прям заебись в этой игре. Поэтому эмоции испытываешь. И как бы даже учитывая, что сейчас у меня... Ух-ху-ху-ху-ху. Это было хорошо. Это было хорошо, аккуратно. Аккуратно. Так, прохожу, прохожу, прохожу. Газ-палас. Хорошо, уже, уже агрессия пошла. Уже агрессия. Вот так и нужно. Первый раз-то я ссыковал. Плюс я еще, блин, думал, как выйти из того поворота, чтобы там не разъебаться. А здесь уже полегче. Сейчас стабилизация немножко помогает. Но я не любитель. Я лучше буду без стаба гонять. Но буду последним, блядь, реально. Смысл играть, блядь, и не получать каких-то эмоций от игры. Тем более, когда физика здесь реально неплоха. Что-то таймер вообще не пикает, не тикает. То есть, видите, я как бы сейчас, ну, в заносе иду. Но я понимаю, что что-то там ее удерживает, и меня как бы не разворачивает. Э. Блядь! Геймпад отъебнул. Прикиньте. Вот я говорю. Еще почему-то фризы начались от этого. Я не понял, какая связь, правда, между этим. Я сообразил Escape нажать. Все, работает. Отлично. Надо срочно разобраться со своим геймпадом, потому что это пиздец. В самый неподходящий момент это, если будет происходить. Это реально бесячая хуйня будет. Так, ну, что-то пока все норм. 300 тысяч почти набрано. Ох, ой, блядь, вот это зря. Это я уже попытаюсь как-то более агрессивно проходить, но это было чересчур. Так, здесь ручничок. На полном газу, не боясь ничего. Ну, не очень чисто, но ладно. Ну, должен на бронзу-то пройти, надеюсь. Вроде как я реально жестче еду. То есть, вот, получается так, что трафик, ну, как бы, назовем его трафиком. Он, как бы, создан как будто здесь трафик. Как бы такси катаются. О, реально, сука, мешает. Он прямо находится всегда в тех местах, которые я должен проходить поворот, чтобы сделать это более-менее оптимально. Вот, например, сейчас я уже на полном газу не прошел. О, блядь. Ну, здесь по-любасу чуваки, мягко говоря, старались, чтобы установить рекорд 900 тысяч. Типа, если я там в Форзе, когда вижу рекорд дрифти, я понимаю, что я буду бороться. Может быть, кому-то приближусь, там, топ-100, там. Здесь я, блядь, пока вообще не понимаю, как можно набрать 900 тысяч. Это пизда прям. Блядь, зачем я срезаю? Прям вообще жестко подлетает. Ну, тачка, типа, у нас трековая. Нихуя не созданная для всяких прыжков. Весь поебанный скайлайн со всех сторон. Аккуратно. Нормально, нормально. Ой-ой-ой-ой, нормально разошлись, как в море корабли. Проходим, проходим, проходим. Так, ну, свой рекорд я должен сейчас уже побить. Еду чуть-чуть лучше, но не сказать, что прям... Блядь, пизда. Пизда. Чё, неужели? А, вот, до серебра 590 тысяч. Вот это хардкорчик, блядь, они тут завезли. Не, согласитесь, реально, типа, это прям нормально. Это прям жестко, я бы сказал даже. Я на серебро не проехал. 933 тысячи. Ну, это пиздец. Это просто пиздец. Вообще жесть. Так, ладно, не будем... Нет у меня цели там добраться в топ. Хотя, возможно, я психодую и потом начну дрочить. Значит, тайм атак. Так, угу. 0, 0, 50. Ага. И, собственно говоря, 56 секунд мне нужно до бронзы. Ну, давайте попробуем. Я думаю, что я не проеду, потому что сейчас новая для меня машина. Стабилизацию, чё, оставим? Среднюю? Давайте оставим, потому что хардкорненько... А, та же трасса, я понял. Только теперь мустанг. Он наверняка помощнее будет. Судя по всему, да. И, наверное, его носят прям хорошенько. Ну, логично, наверное, дрочить вот эти тайм атаки сначала, а потом переходить к испытанию сезона, испытанию месяца, потому что трасса та же. Соответственно, если здесь отточить повороты, то будет проще потом проходить... Тихо, тихо, я пытаюсь просто... Рассчитываю, что сейчас такой хуякс проеду за 50 секунд. Ага. Так, ну вроде неплохо. Хотя я не привык к тачке нихуя вообще ещё. Она совершенно по-другому управляется. Её тоже носит. Если сейчас стаба была отключена, я бы уже где-то оказался в жопе. Так. Здесь надо сразу, блядь, на внутреннюю уходить. У меня вообще неправильная траектория. И сколько у меня времени-то будет? Мне просто даже интересно. Я стараюсь не срезать, потому что тачку подкидывает жёстко. Так. Ну, не так уж и плохо, типа, но... Нормально. Нормально. Я не знаю, это сразу серебро. Нет, это 55-0-0-1. А для серебра нужно 54-745. Вы прикиньте, 4 секунды. 4 секунды с хуем я должен скинуть, чтобы приблизиться в топ. Вообще, чё за жесть. Вот это прям пипец. То есть это насколько нужно понимать до конца физику этой игры. Да, насколько нужно вообще. Я ещё разочек проеду. Просто попробую серебро. Ну, раз там я серебро получил, надо здесь тоже попробовать. Но без стаба на геймпаде, типа, это прям такое. Это прям такое. Можно, конечно, ради интереса. Давайте я попробую. Но сейчас, если пойму, что это дичь, то, наверное, включу. Блядь, это первая игра, реально, которая заставляет меня включать... ...каких-то помощников. И пофиг, что я играю на этом самом, на геймпаде. Всё равно никогда не включаю их. Так, сейчас попробуем прям жёстко. Ой-ё-ё-ё. Ну, это пиздец. Пока я выровняю машину, то есть, видите, её пока несёт в другую сторону. По крайней мере, на геймпаде это очень долгое время занимает. И, соответственно, я очень много времени теряю. Во, всё, пизда. Ну, не пизда, я сейчас читерским образом удержался. Но я думаю, что вы понимаете, что это сейчас будет намного дольше по времени прохождения. Вот, пока я сейчас выпрямлю машину... Ну, это на руле надо играть без стаба, реально. Здесь это очень сложно делать на геймпаде. Но физика, конечно, классная в игре. Физика классная. Не-не-не, это будет сейчас хоть... О, всё, пизда. Это прям... У меня такое ощущение, что они даже её немножечко, знаете, под это... Под... Усложнили. Мы сделали более реалистичную. Либо я просто... Я даже не помню, играл ли я на геймпаде или нет. Ну, полную связацию точно не надо включать. Это она будет душить машину. Так, всё, 54-745. Сейчас всё сделаем красиво. Можно, конечно, попробовать посрезать. Может быть, мне просто как-то не удавалось это сделать. На самом деле, чуваки, которые проходят за такое время, они срезают. Типа, я не знаю. Нормальный удар. Ну, возможно, кстати, я сейчас всё не улучшу за счёт этого удара. Хочу попробовать просто агрессивно проехать. Ну, типа, вот такого вот. Уже получше, наверное, да? Блядь, времени потерял пизда, как много, на самом деле. Я сейчас себя чувствую, знаете, типа... Ну, я никогда не считал, что я прям пизда-то езжу в гонках. Но сейчас я себя чувствую, прям, не знаю. Мне как-то не по себе даже, блядь. Что у меня так хуёво получается ехать в этой игре. Прям вот... Вообще хреново. Не, можно срезать. Если ты уверен на 100%, что у тебя это получится, то можно. Я думаю, что это нифига не 54-745, то, что я сделал дохуя ошибок. Или же всё-таки... Сколько, блядь? Охуенно, блядь! Просто заебись! Нет, я это просто так не оставлю. Блядь, я нахуя нажал продолжить. Мне надо было рестарт нажать. Не-не-не, я должен серебро получить. Я должен получить серебро. Пусть у меня останется серебро. Я успокоюсь. Пойду выполню ещё там... Чё-то на разрушение было. Это уже поинтереснее будет. Не, это тоже, безусловно, интересно. Но я реально не понимаю, как здесь можно ехать на 50 секунд. Типа, на чём это надо делать? Не, надо... Можно попробовать потом на руле как-нибудь проехаться. Может быть, на самом деле... Это так и нужно. Так, без... Без ударов в этот раз прошёл этот поворот. Здесь можно поагрессивнее попробовать. Главное сейчас... Так, хорошо. Ну, нормально, нормально. Так, и вот здесь вот как-то... Без лишней... Ну, нормально, нормально. Более-менее вписался. Давай, 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 давай. Ну, ещё пока короба ступит. Естественно, на ручке это было бы быстрее, наверное. Долго он переключает довольно. Вот этот поворот мне не даётся прям. Его нужно вот... Вот это вот... Первый раз я его более-менее нормально прошёл. Ну, допустим, я не буду срезать жёстко. Сказал я и срезал, и потерял на этом, по-моему, время. Ещё и пизданулся. Так, и здесь главное выпрямить машину как можно скорее. И просто на финиш. Ну, по идее... 54 низкий должен проехать. 53 с чем-то даже проехал. Фига себе. 53 846, а на золото надо 53 500... А, ну то есть у меня, в принципе, есть шанс проехать на золото. Фух... Это пиздец. Это реально какой-то пиздец. Так, и теперь посмотрим испытания дня. Там они меняются каждый день. Вот, например, есть... Уничтожьте максимум соперников. 30 золота. Ой-ой, а в дерби я вообще не силён в этой игре, потому что я крайне мало играл. Мне ещё дали какую-то пиздатую тачку, судя по всему. Такую прям серьёзную махину. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Так, значит, маяц... Минимум 10. А желательно 20. Ну, естественно, стоит не забывать, что у меня-то тоже хп есть. Правильно я понимаю? Ух, ебать. Нифига себе она... Нифига себе она... Она плющит-то нихреново, блядь. Она нихреново плющит, блядь. Понял, блядь. Двоих сразу вынес. У меня хп вообще практически не отнимается. Это нормально? А в чём тогда сложность, простите? Успеть, типа, захуярить как можно больше, чтобы они достали сопернику? Или чё, блядь? Просто с одного удара гашу, блядь. Это нормально? С одного, нахуй, удара гашу. Они там, блядь, стараются, чё-то пыжутся. А, время определённое. Я понял, всё. То есть на время я должен успеть всех захуярить. Но это, на самом деле, тоже рандом тут решает, я думаю, очень жёстко. Потому что... Те, кто знает трек... Во-первых. Знает, наверное, разрабатывает какую-нибудь тактику. То есть можно как-нибудь с одного угла в другой постоянно хуячить. Не, меня здесь никто не разрушит. У меня настолько много хп, что мне похуй на всё вообще. Я просто все эти тачки переезжаю, снимаю им сразу по дохуя хп. Они меня бьют, снимают мне по одному хп. Понял, минус геймпад. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сука. А почему, когда геймпад отключается, у меня фризы начинаются? Типа, как взаимосвязано вообще? Как, в принципе, с телевизором, я так понимаю. Так, минус, блядь, минус. Не, ну тридцатку-то я не уничтожу, это понятно. Ну, то есть нужно какой-то маршрут проработать, блядь, и ух, ебать. Понял. Тут будет быстрее восстановиться. Минус. Не знаю, по-моему, не минус. Просто еду по прямой. Под меня кто-то там попадается. Так, небольшой удар. Попробуем сюда заехать. Минус. Минус. Бронзу набрал. Не так уж и сложно было. Слушайте, ну это реально везение. Типа, если вот так вот рассчитать, хуярить, и можно реально всех уничтожить, и будет тридцатка. Сейчас посмотрим на таблицу рекордов еще. Я же не знаю, что там происходит. Там, наверное, самая дичь. Когда я охренее и увижу, что там происходит. Там, небось... Они, я так понимаю, переспаунятся без конца эти машины. То есть кого я уничтожаю, они появляются или что? Потому что их что-то до хрена, до хрена, до хрена все так же. Так, этого уже уничтожили. Тут небольшой удар в меня получился. Серебро, кстати, возможно, не наберу даже сейчас. Хреново как-то действую. Как-то не тактично получается у меня это все дело. Ну такой замес, блядь, серьезный. На нахуй, блядь. Замес серьезный получается. Так, давай-давай этого. Блядь, что так мало снял? Пять за сорок секунд успею? Можно попробовать так-то. Чтоб хотя бы у меня везде было серебро, реально. Так, здесь уже все уничтожены. Попробуем сюда проехаться. Не, я говорю, если маршрутик какой-нибудь подобрать плюс-минус, то есть шансы. Может быть и тридцатку захуячить. Потому что я сейчас и восстанавливался, время терял. И еще какая-то дичь происходила. Походу я не успеваю, пацаны. Блядь, да что такое? Реально не успеваю. Блядь, обидно. Ну ладно, сейчас еще раз переиграем. Что-то прям мне не повезло. Что-то мне прям не повезло. Но тут сейчас вообще... Что-то под меня никто не попадает. Все. Блядь, да как так-то? Разъехались-то мы. Не, в флотауте было проще. В флотауте было проще. В общем, бронза, а... А, тут такого нет. Тут такого нет, что типа, я так понимаю, есть таблица рекордов. То есть я просто его выполняю, получаю свое золото, например, или бронзу. Получаю свои поинты. И типа все заебись. А вот испытание недели, оно меняется. И испытание сезона, оно, соответственно, вот изначально как было, так и было. Вот такое, блядь. Ну это прям, это прям серьезно. Подождите, стоп. У меня же серебро по итогу было. Или не было? А, я же в итоге серебро так и не получил. Блядь, почему ты думал, что серебро получил? Нет, там вообще жесть. Испытание сезона это какая-то дичь. Прям дичь реально. Так, ну попробуем все-таки завоевать, так сказать, серебро. А возможно даже сейчас золото, но это вряд ли. То, что мне нужно тридцатку успеть за три минуты, это жестко реально. Так, ну по крайней мере теперь я знаю, что я могу сделать вот так. И это мне нихуя не даст, кстати. Не, наверное, проще было ехать навстречу просто всем. Так, на. Разворачивает. Просто вижу цель. Особо не цель, а сбью. Ну давай, блядь, что ты нихуяришься-то, блин. Не, хп, они как будто какие-то, блядь, пластиковые, я не знаю. Они просто разлетаются на ура. Но самая главная задача попадать каждый раз. И это не всегда получается. Так, вот сейчас нормально, четыре уже есть. Более-менее. Так, тут не критический удар. То есть, по сути, за счет того, что я знаю, что я могу одним ударом их разбивать, то... Блядь, ну как вот? Ну что они все... Блядь, ну вот пиздец. Серьезно, как-то во флотауте мне больше везло. Я же раньше был пиздец задротом во флотаут второй. И в дерби был хорош. Как-то рассчитывал, попадал во всех. Сейчас просто тупо прыгаю, блядь. Не могу никого захуячить. А, пиздец. Ну давай уже, ну ты хотя бы уничтожься уже, блядь. И все равно не уничтожил. Ну ладно, сейчас добьем. Сейчас добьем как-нибудь его. Блядь, они друг друга, я так понимаю. А может, рестарт сделать, блядь, я не знаю уже. Что-то вообще не прет, блядь. Шесть пока что. Так, на, нахуй, на! Ну почему, давай, блядь! Блядь, то с одного толчка, блядь, то нахуй нет. Так, этот вон лежит. Он мой. Я его должен был и так добить уже. Так, вот сейчас хорошо прям в мясо заехал. Там несколько сразу положил. Так, еще здесь. Мог и пикап сейчас тоже. Давай восстанавливайся. Восстанавливайся, блядь! Так. 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 Так, ну давай! Ну что ты, блядь, то с одного толчка, блядь, пиздюшка ебучая, то... Так, серебро, еще десять. Блядь, походу не успеваю опять. Не знаю, тут реально надо прям уметь играть, конечно. Чтобы тридцатку положить. У меня тактики как таковой нет. Еще я застреваю, блядь, во всех. Как обычно, в общем, еще через жопу. Так, на, нахуй. Так, на, нахуй. Так. На, нахуй. Неплохо. Троих, так сказать, за несколько секунд. Блядь, куда ты съебался на своем... На своей Хонде. На! Да что за херь? Вот куда я попал, что у него так мало ХП снесло? Наезжать лучше вообще... Ну, не наезжать на кого, потому что это херня на самом деле. Типа, ХП особо не сносится. Бесполезная тема. Вот сейчас вообще 4 ХП снял. Как это, блядь, работает? Непонятно. Так, на, нахуй. На, нахуй. Ну, вот этого, блядь. Ну, стой! Стой, сука. У тебя ХП мало. Стой, блядь. Да стой, мне тебя коснуться только надо. Конечно, я с другой стороны и других тоже только коснулся. Блядь, лучше не зацикливаться ни на ком. Это хуёвая идея, реально. Бля, бот это нормально так, да? Катается в разнобой. Что их хер поймаешь? Что, у меня реально хуже результат, что ли, сейчас будет? Пиздец. Ну, пиздец. Такой же, блядь! Серьёзно? Такой же? Даже восемнадцати нет. Я хочу серебро. Я это так просто не оставлю. Надо серебро получать. Поеду, короче, я не знаю, как лучше. Бочину нет смысла бить, что ли? Поеду навстречку, похуй. Может, у нас нескольких есть шанс захуярить таким образом? Ага, понял, блядь. Ясно. Ну. Нет, я мог это сделать быстрее. Так. Так. Ну почему не третий-то, блядь? Ну почему? Ну, блядь, вот за кем-то кататься вообще нет смысла. Просто должно повезти. На, блядь. Ну, давай, кто там? Вот на прыжках вообще я кучу времени теряю, это пиздец. На прыжках прям жёстко теряю время. Поэтому надо стараться передвигаться по плоской поверхности. Вот как? Вот как, блядь? Вот почему он, сука, свернул в последний момент? Так. Не сдаёмся. Ну, блядь, не критичный удар. Можно восстановиться. Нет, восстановление, кстати, нормальная тема. Потому что, когда восстанавливаешься, может оказаться кто-то... Вот почему, блядь, прям в крышняк попал ему, блядь? Блядь, пизда я везучий, конечно. Просто пиздец. Просто пиздец, реально. Везение, блядь, так и прёт, нахуй. Ой, блядь. Причём, когда ещё есть такая фишка, что я, например, врезаюсь кого-то в одного. Начинаю его тащить. И пока я его тащу, я, получается, бью той машиной, которую тащу. Я хочу сделать серебро, ебаное. Просто серебро, блядь. В чём сложность, я не понимаю. Мне кажется, вот так проще сделать, нет? Это будет эффективнее. Вот только я должен уничтожить его было, а не вот эта хуйня сейчас должна случиться была. Пиздец. Столько времени теряю, я ебу. Вот это хороший удар. Вот это не очень хороший удар. Вот это восстановление, походу, очередное. Вот это, походу, нормальный удар. Так. Может, реально это, кстати, лайфхак такой? Восстанавливаешься? Тут кто-то рядом такой хуясь, прицелился, уебал. Перевернулся, если то. Дальше восстанавливаешься. Смотри, 4 за несколько секунд буквально у меня получилось сейчас. Так. Здесь хуёвый дамаг. Ебать, там мясо происходит, конечно, конкретное. Лобовушки это прям жёстко. То есть, если лобовое столкновение с моей тачкой, то это жесть. А вот бить в бочину, это как бы 50 на 50, я так понимаю. Это реально 50 на 50. Так, ладно, восстановиться не могу. Надо от кого-то хуярить. Ну, естественно, блядь, я промазал. Естественно, блядь, я даже другого и не ожидал. Так, иди сюда. Да как? Ну почему он дамажится по-разному? Так, вот сейчас вот это хороший удар. Смачный был прям. Прикольный. Вот это тоже хороший удар. Ебать, его там разорвало. Так, иди сюда. Иди сюда. Блядь, ну ладно, я хотел другого уничтожить. Вот сейчас вроде неплохо держусь, но это не точно. Так, естественно, я в него уже не попаду. Так, вот это повезло. Вот вот такие должны моменты происходить, чтобы мне фартило, блядь. Тут я никого не задел. Тут нормально. Рассчитал, наконец-таки. Возвращается немножечко скилл ко мне. Ну здесь изи. Восстановлюсь, пожалуй. Так, попробую сейчас прицелиться. А может быть восстановление на самом деле и нахуй не нужно делать. Просто они очень часто здесь где-то бродят. И получается вот такая вот фигня. То есть я гарантированно получаю плюс один, если восстанавливаюсь. И это нормальная тема. Так, 14 уже. Неплохо. Так, кто-то появился. Иди сюда. А может на спауне надо стоять, кстати. Они тут частенько новые появляются, когда их можно сразу подлавливать. Хер знает. Мне кажется, почему-то это больше везение. Вот сейчас восстановился. О, привет. И все, гарантированно. Хуякс. Минус один, блядь. Еще минус два. Было бы неплохо минус три, но тут уже не хватило. Так, восстанавливаюсь. Такое у меня, конечно, блядь. Не очень интересный план. Выполнение этого задания. Потому что, по идее, я должен просто попадать. Так, минус. Восстановиться, наверное, проще. Так, кто у нас тут? Опа. И ухо, иди сюда. По-моему, кто-то другой уничтожил. Блядь, надо два еще. Стой, сука. Так, еще один, блядь. Только попробуй мне не попасться. Иди сюда. Техо. Техо, блядь. Техо, ко мне, хо, блядь. Подошел. Понял. О, все. Есть. Серебро. Ну, на золото не успею, к сожалению. Потому что еще девять, блядь. С какой скоростью ебашить здесь? Это прям пиздец. Ну, типа, чисто в теории. Чисто в теории. Я мог успеть двадцать пять, может быть, сейчас. Ну, это так себе. Ну, вот этого. Почему он сейчас не уничтожился, я нихуя не понял. Таймер начинает пикать. Меня раздражать. Двадцать три. Слушайте, ну, если попотеть, то можно. Вообще вполне тридцаточку. Друзья, ну что, вот так вот сегодня поиграли во Врекфаст. И погоняли. И, как бы, и реализм некий получили. Хоть и не на руле, но, как бы, все равно сложно реально. И дерби, как бы, полноценное заценили. Тем более, кстати, сегодня в тему, что вышла новая серия гонок на выживание. Так что, друзья, если вы еще не смотрели, ссылочка на канал Булкин Драйв, мой второй канал, где весь автоконтент в описании. Там тоже было что-то подобное, но чуть-чуть полегче пока что в реальной жизни между тачками. Так что, если вы еще не смотрели, то переходите на канал Булкин Драйв. Ну, а на сегодня с Врекфастом, я думаю, что мы заканчиваем. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.